Евреям 11 глава, 32 стих. Евреям 11, 32. Давайте я уже спущу из бот. И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, о Иефае, о Давиде, о Самуиле и других пророках, которые, слушайте внимательно, верой побеждали царство. Смотрите, верой что делали? Я хочу, чтобы вы поняли, друзья, верой побеждали царство. Мы смотрим как факт, мы с вами, мы люди, мы смотрим как факт, там Самсон победил царство, Давид победил царство. Хорошая вещь? Вроде бы хорошая, но не об этом речь. Когда он получил слово, что надо побеждать царство, он его еще что? Не побеждал на тот момент, правда? Он его не победил. Он идет, он его победил уже или нет? Нет, он его еще не победил. Он приходит туда, он победил его? Нет, он его еще не победил. Это потом констатация факта, мы видим, друзья, о том, что он его победил. Обратите внимание. Которые верой побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угощали силу огня, избегали острия меча и так далее, и так далее, и так далее. А теперь смотрите, я хочу прочесть вам, друзья, о ком же эта история. Один из них говорит о Гедеоне. Теперь смотрите, суди 6 глава, с 11 стиха. И пришел ангел Господень и сел в Орфе под дубом, принадлежащим Иоаннсу, потом Кобе и Зерву. Сын его, Гедеон, выколачивал тогда пшеницу в Тачире, чтобы скрыться от Мадеонитян. Вопрос, зачем он выколачивал пшеницу? Чтобы скрыться. Вопрос, ему надо было пшеницу выколачивать? Ему надо было что? От армии откосить. То есть, смотрите, Гедеон понимал четко, что надо там война и так далее, но он что делал? Пошел выколачивать пшеницу. Почему? Потому что он думал о чем? О самом себе. О каком-то своем будущем, которое он там боялся себе даже представить. И явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою, муж сильный. Вы знаете, вот такая нестыковочка в этот момент происходит в голове у Гедеона. Он-то там почему был? Боялся. Тут приходит ангел Господень и говорит ему от имени Бога, муж! Гедеон, наверное, знаете, я точно уверен, Гедеон, знаете, что сделал в этот момент? Смотрите. О ком речь, друзья? Гедеон сказал ему, Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигла на все это бедствие? И где все чудеса, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел наш Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадеонитянам. Господь, воззрев на него, сказал, иди с этой силою, чею? Твоею. Я хочу, чтобы вы обратили внимание. Он говорит, иди с этой силой, не моей, не Божьей, он говорит, чей? Твоею. И спаси Израиля от руки мадеонитян. Я посылаю тебя. Гедеон сказал ему, Господи, как я спасу Израиля? Вот и племя мое в колене монастином самое бедное, и я в доме отца моего младшей. О чем Гедеон начал рассказывать ангелу Божьему? О своих немощах. Вы знаете, друзья, это прообраз, в принципе, многих христиан, и скажу так, наверное, возможно, кто-то из вас может узнать даже из себя в этом. Бог имеет для каждого из нас огромное призвание. У нас есть видение 300 миллионов измененных судеб. Но что наблюдаю я, друзья? Я наблюдаю много людей, которые сидят под дубом, выколачивают и говорят, Господи, вот пастор, пошли его. Он сильный, а я нет. Среди нашей церкви я самый слабый. Я самый младший. Это не я, я не могу, я не умею. Это пастор умеет молиться. Я не умею. Это пастор умеет евангелизировать. Это Андрей Костюк умеет евангелизировать. Я не умею. Это пастор Леша умеет проповедовать. Я не умею. Это они умеют служить. Я не умею. Я не знаю как. У меня свои проблемы. Мне пшеницу выколачивать. Еще раз, зачем он пошел пшеницу выколачивать? Бог боялся. Друзья, если Бог привел нас с вами в эту церковь, слушайте, и у Бога есть это видение для этой церкви, вы знаете, кого Бог рассматривает в качестве одного из исполнителей тоже этого видения? Меня. Еще раз, кого? Меня. Что такое вообще? Вы сказали меня, в смысле меня? Меня. Еще раз, кого рассматривает? Меня. Теперь можно по имени, чтобы понятно было. Кого? Юлю. А вы все выколачиваете пшеницу. Вы все выколачиваете пшеницу. Открою вам один секрет, слушайте внимательно. Если мадионитяне придут и перережут всех, для кого вы выколачиваете пшеницу. Вопрос. Для кого вы выколачиваете пшеницу? Такое маленькое отступление. Я дам, как ты разговаривал с одним человеком, ну, знаете, о каких-то возможностях таких, вот думаю, где деньги, как, знаете, вот, ну, интересно будущее. Человек как-то сталкивался с этим. Говорит, сейчас никто не вкладывает в Украину, все не понимают, что будет. Говорит, если вдруг, не дай Бог, придется военное какое-нибудь там вторжение, не дай Бог, говорит, тут что? Говорит, ну, купил ты землю, ну, купил дом, его разбомбили, как он на Донбассе, и что дальше? Вы знаете, друзья, вот мне кажется, что нам с вами нужно понять одну вещь, о том, что однажды, чем бы мы ни занимались, еще раз, это не значит, что не надо ничего делать, но однажды, чем бы мы ни занимались, его не станет. Господь, воззрев на него, сказал, иди с этой силой твоею, спаси Израиля от муки мадионитян, я посылаю тебя. Сказал ему Господь, я буду с тобою, и ты поразишь мадионитян, как одного человека. И так далее. Вы знаете, друзья, я вам хочу сказать, Бог бессилен что-то сделать в нашей стране до тех пор, пока он не найдет жизнь. Помните, Евреям 11 глава я вам читал, говорит, не хватит мне времени повествовать о гидионе, то есть он много совершил чудес. Друзья, почему много совершил? Запомните, для того, чтобы Бог что-то делал, изменил обстановку, необходимо две вещи. Первое, нужно Божья воля, то есть Божья благодать. Она есть, мы знаем ведение, 300 миллионов измененных судеб. И второе, нужно внутренняя готовность человека последовать за этой волей. Господь ровно настолько, друзья, будет действовать, ровно настолько он будет двигаться, ровно настолько он будет идти вперед, ровно настолько, насколько мы с вами, друзья, каждый из нас, мы поймем, как гидион, что мы сильны его силой. Вы знаете, в первой церкви написано, в один день прилагались 3 тысячи, 5 тысяч. И я знаю все, как читают это местописание, все читают так. Апостол Петр так проповедовал, что пришло 5 тысяч человек. А я вам скажу, нет, друзья, я знаю, что происходило в тот день. Они все единодушно были вместе. И когда Дух Святой сошел, написано, они все вышли и начали свидетельствовать. Вот почему пришло 5 тысяч. Но для этого необходимо, чтобы каждый из нас, мы с вами поняли, не получится и нельзя отсидеться, как гидион, вы понимаете, нельзя. Нельзя отсидеться, как гидион, выколачивая пшеницу под этим дубом и говорить, там на войне, а я не умею пока. Поймите, друзья, Господь видит каждого из нас с вами в этом исполнении этого видения. Я бы хотел, чтобы каждый из нас сегодня, мы будем вначале сейчас молиться за это видение. Я хотел бы, чтобы вы поняли, это не мое видение, не мое лично, не мое, у меня есть мое видение, мое. Это видение, которое Господь дал нам, как поместной церкви. Кто из нас с вами часть этой церкви поместной? А кто из вас чего-то не знает, не умеет, пока вы не очень, ну несовершенны пока еще. Есть такие? Есть. Так вот, вы знаете, Господь дал это видение, друзья, нам с вами, таким несовершенным и неидеальным, и пока не знающим. И, открою вам тайну, до того момента, пока апостол Петр не возвысил свой голос в Иерусалиме, в день Пятидесятницы, он всего лишь буквально пару раз проповедовал. Он тоже не умел проповедовать. Вы в курсе? Поэтому Иисус его утешил и сказал, говорит, вы не переживайте, Дух Святой сам наставит вас на всякую истину. И я вам хочу сказать, друзья, не переживайте, Господь наставит вас на всякую истину. Он вам даст дерзновение, силы, благодати и помазание. Только знаете, что нужно сделать? Что сделал Гедеон? Я не буду читать всю историю до конца. Знаете, что сделал Гедеон? Он принял это, поверил и начал делать. И Господь даровал великое спасение. Не только в тот день, не только в то время. Он и потом через жизнь Гедеона даровал великое спасение израильскому народу. Друзья, 300 миллионов измененных судеб. Это жизнь каждого из вас. То, что необходимо, необходимо поверить и принять. А особенно это касается мужчин. Это такую выдержку, у меня есть отдельная проповедь, которая называется «Когда Господь бессилен». Знаете, когда Господь бессилен, друзья? Когда бессильными себя считаем мы. Потому что мы говорим, я ничего не могу, я ничего не умею, я ничего не знаю. Гедеон тоже так говорил. Но Господь тогда даровал, когда он сказал, Гедеон там и шерсть растилал, и муку там делал, и лепешку жарил, и огонь сходил. Он что хочет делать, друзья, чтобы отвертеться от этого дела. Господь показал ему, что он силен. И когда Гедеон сказал, ладно, Господи, верю, хоть что-то да могу. Начал Господь даровать великое, друзья, ну великое начал делать через Гедеона. Поэтому что я хочу? Я хочу, чтобы сегодня, молясь об этом видении, каждый из вас, друзья, мы не прятались по углам, не прыгали, знаете, как свет включаешь таракан, и говорят, оу, все. Давайте мы увидим себя в свете этого видения, и не будем как тараканы бежать, и скажем, Господь, я готов. Пусть светит на меня свет этого видения, я готов, я беру вызов, я принимаю. Я принимаю. Я принимаю свой вызов, я принимаю свое участие, я принимаю свою долю, я принимаю свое участие в этом деле. Я верю. Запомните, нет ничего плохого, друзья, в том, чтобы поверить, что у вас тоже есть силы. Но уповать при этом на Христа нужно. И тогда Господь даст силы. Аминь.